Добрый вечер, приветствую вас в программе по-русски с немецким акцентом. С нами сегодня в студии завсегдатой нашей программы, которую представить не надо, Альфред Кох, приветствую. Здравствуйте. Альфред, вы сейчас, когда мы пришли в студию, показывали свой пост, который вы написали про военного обозревателя, журналиста, коммерсанта Сафронова, который был задержан буквально на этой неделе за подозрение в государственной измене. Вы считаете, что такого нету? Расскажите в двух словах, о чем там написали. Ну, я написал вещи, которые меня уже давно волнуют. Мне интересно, каким образом вообще формируется такой состав преступления, как государственная измена. Я, честно говоря, не понимаю, как можно изменить чему-то или кому-то, чему-то и не клялся быть верным. Вот я понимаю, например, когда я обещаю жене быть верным. Мы до этого были в церкви или в ЗАГСе, и там принесли какую-то супружескую клятву верности. И если я жене изменил, то я ей изменил. Она вправе быть ко мне в какой-то претензии, равно как и я к ней, если она это сделала. Но если человек родился в стране, никогда не искал этого гражданства, не просил его, он получил его по факту рождения, никаких клятв ему не давал этому государству, как ему можно изменить? Ну, тут, по-моему, надо отличаться. Если он специально ищет секретную информацию, которую он знает, что она секретная, и потом кому-то передает, то он может догадаться, что это... И даже в этом случае возникают вопросы. Подождите, ну, храните свои тайны как-нибудь покрепче. Откуда человек, который не имеет допуска к секретам, получил этот допуск, получил эту информацию? Значит, виноват тот, кто ему ее разболтал, а не он сам. Если я правильно понимаю, то в случае с Сафроновым, даже ему не... его не упрекают, что это какая-то секретная информация. Говорят открыто, это не секретная, но он ее передал не тем людям, это я вообще не понимаю. Да, они каким-то спецслужбам Чехии, которые, по всей вероятности, передали их Америке. Ну, это же абсурд какой-то. Если я сейчас газету найду, и у меня американский друг Джонни, я не знаю, там, может, он на кого-то работает. Даже если знает. Я ему газету даю, да, открытую информацию даю. Как это может быть преступление? Ну, потому что мы же с вами понимаем прекрасно, что по мере того, как Россия становится авторитарным государством, все более и более авторитарным, и уже больше похоже на тоталитарное государство, тем шпениямания будет сильнее, тем больше верности от своих подданных будет требовать это государство. Тем больше подозрений будет падать на людей в том, что они ему не верны. Чем меньше люди будут любить свои государства, тем больше государство будет на них обижаться. Это совершенно очевидно. Это, так сказать, имманентное свойство любого авторитарного государства, так сказать, подозревать своих граждан в нелояльности. Но это не только в авторитарных, в Германии тоже многих подозревают в том, что они там правые экстремисты сейчас, и что они, то есть это по-другому, то есть шпионажа мания нет, но такая фашистомания. Ну, это какая-то внутренняя проблема, чисто немецкая, так сказать, травма еще со Второй мировой войной. В Америке это расизма мания тогда, но это мы во третьей части уже прийдем к Америке. Ну, окей, если вы хотите это поставить в один ряд с этими маниями. Не хочу ставить в один ряд, они разные. Мне кажется, что это все-таки природа этих явлений разная. Они разные, но какие-то общие корни есть, что ищется кто-то, кто опасен для социума, то есть что нужна консолидация через врага. В Америке, может, нет, но это мы потом прийдем. Вы еще говорили, что это как у альхимиков с крисами, или что вы смыслой расскажете. Ну, откуда берется шпиономания? Я вам говорил, что у средневековых алхимиков было убеждение, что крысы берутся из грязного белья. Так вот, и шпиономания, она откуда ни возьмись, сама порождается самим фактом авторитарного государства. И это пережили практически все авторитарные государства. Они очень боятся шпионов и ищут их в своих рядах. И вы знаете, что когда был в 1937-1938 году в Советском Союзе так называемый большой террор, тогда огромное количество обвинений в шпионаже было предъявлено людям, которые слыхом не слыхивали про существование всех этих спецслужб и так далее. И, кстати говоря, знаменитая расправа над Лаврентием Берией, которую осуществил Хрущев, а его же тоже обвиняли, потому что он английский шпион, да? Вот, и это, по иронии судьбы, это государство, которое огромное количество людей руками Берии обвинило в шпионаже. Его же за шпионаж и уничтожил. А это вы мне рассказывали или кто-то другой, видите, уже склероз, что Гитлер, когда он встречался с Рузвельтом, и он там представил в Яльте его Берии, он говорил, это мой Гиммлер. Гитлер с Рузвельтом не встречался никак. И Гитлер с Рузвельтом, и Сталин с Рузвельтом, видите, ты понял на язык, когда Сталин и Рузвельт были в Яльте, и там Берия как-то появился, и он его так... Это мой Гиммлер. Это мой Гиммлер, это вы мне рассказывали. Нет, по-моему, это с Черчиллем он встречался. Да-да-да, но это было, что тоже очень интересно, это сходство этих двух систем. Еще два слова о Савронове, там достаточно трагичная судьба, потому что его отец тоже был военным обозревателем, и тоже скончался при очень... Он скончался при очень загадочных обсерва. Он придал гласности какую-то очень, видимо, болезненную, тайную сделку между Россией и Ираном по продаже оружия. Через Белоруссию как-то там очень сложно продавали то ли ракеты, то ли истребители, я уже не помню. И буквально на следующий день он был найден выпавшим из собственного окна. Якобы самоубийство. Якобы самоубийство. Кошмар, кошмар. Перейдем дальше к референдуму. То есть Путин победоносно вышел из боксерской площадки, так сказать, 79%. Как вы считаете, зачем надо было так много нарисовать? Ну, вы знаете, во-первых, это не референдум. Потому что в России существует закон о референдуме. И данная процедура совершенно никак не попадала. И более того, так сказать, все власти специально оговаривали, что это не референдум. Потому что референдум предполагает, так сказать, наличие наблюдателей. Там довольно строгая процедура. И уж понятно, что он не предполагает, что он будет длиться неделю. И голосовать можно будет на пеньке, в корзинке из супермаркета или в сортире. А что это было? Это была какая-то такая свободная процедура, которую, так сказать, изобрели буквально под это событие на коленке. И Памфилова, так сказать, это специально оговаривала, что она не подчиняется никаким законам и правилам. Шикарно. И вообще никакой юридической силы не имеет, потому что все эти поправки уже давно вступили в силу, сказала она. Просто Путину захотелось посоветоваться с народом, узнать его мнение. И вот поэтому мы тут, типа, опрос проводим. Больше всего по процедуре это было похоже на гитлеровские плебисциты. Вот. Помните, у него были там мощные плебисциты, там самые из них известные о присоединении Австрии к Рейху. Да, да. Вот. И появился Остмарк. Вот. Он мало того, что происходил, как и у Путина, после того, как уже де-факто объединение случилось, когда немецкая армия вошла в Австрию, когда, так сказать, Гитлера встретили цветами в Вене и так далее, и так далее, тогда случился плебисцит. И там, знаете, есть известный такой бюллетень, этого плебисцита, где вот такой огромный круг. Я? И маленький где-то там в углу круг. Это правда так говорят? Да, да, есть фотографии. Для тупички, да. То есть, чтобы... Да, то есть, вот сюда надо галочку ставить. Но Путин до этого не тошел еще. Ну, фактически, это тот плебисцит, который он проводил, он подразумевал, даже сказать, что ответить правильно, это да. И что народ проклотит это все? Ой, за русский народ я ничего не могу сказать. Ну как же вы же... Я не специалист. Столько лет жили. Я столько лет жил, и я могу сказать, что... Долготерпив русский народ. Русский народ может находиться в двух состояниях. Состояние, так сказать, безмолвного терпения. Знаете, как Пушкин писал. Да, да, да. Народ безмолвствует в Борисе Годунове. Либо в состоянии какого-то кровавого, чудовищного бунта. Когда тот же Пушкин писал про Пугачева, да, не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленно и беспощадно. Какого-то третьего промежуточного состояния. Некого такого динамического равновесия, так сказать, позитивного общения с государством, но русского народа нет. Поэтому, если быть откровенным, то, честно говоря, мне не нравятся оба эти состояния. Это, так сказать, молчаливой покорности, безмолвствия, да, и, так сказать, вот этого чудовищного бунта. Тем более, что вот в Америке на что может быть похож бунт, мы уже, так сказать, более-менее наблюдаем. Как говорил Александр Блок в 17-м году, слушайте музыку революции. Там поэму написал про грабежи, какая это прелесть, вот это вот и есть революционные стихи. Ну, вот сейчас вот ее в Америке, так сказать, можно. Ну, вот, мы уже переходим к Америке, и вы рассказываете, что даже знакомые рассказывают, что в Нью-Йорке уже боятся там не то слово говорить, да? Да, там уже, так сказать, да. Это что вообще не место было, страна, свобода, слово. Да, светочь свободы. Свет и свободы, и расскажите, там действительно уже такое... Люди, люди боятся друг другу сказать то, что они думают. Ну, это же кошмар. Люди боятся разговаривать, люди боятся лишнее слово неправильно сказать. А что, у них может быть по работе неприятности? Да, да, совершенно верно. Или их опявить погохульником или расистом? Да, 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 люди просто тупо боятся потерять работу. Потому что, если ты неправильно что-нибудь сказал, и тебя, скажем так, посчитали человеком, который, так сказать, не политкорректен, или как-то не так в отношении, так сказать, черной общины выразился, ты можешь лишиться работы. Ну, это же средневековое, это вообще, это же противоречие всем. Ну, слушайте, ну, мы... Такого же даже в России нету в таких размерах. Мы же, так сказать, благодушно наблюдали за тем, как вот эти вот апостолы политкорректности ломали американское общество, американскую мораль, американскую ментальность, и требовали, так сказать, всю эту политкорректность внедрить, как правило, в внутрифирменные этикеты, в общение между людьми, и так далее, и так далее. И мы всегда находили в этом какое-то позитивное зерно, и так далее, и так далее. И вот, наконец, она достигла своего... Это значит, мы, я не находил. Ну, мы, как то же самое немецкое общество. А немецкое общество, кстати, очень сильно, оно всегда поотражает Америку. И сейчас уже в Баден-Вюртемберге есть такой уполномоченный по демографии, есть такое. И он писал на Фейсбуке, на своем частном сайте, он писал какой-то пост, что это тот самый Чордж Флойд, который был убит очень жестоко, что он все-таки не является иконой, и что нельзя из него делать идола какого-то, потому что он же тоже был, как бы, такая одиозная фигура, так против него, как против богохольника, там, социальдемократы тут же выступили, требовали его отставку. Зеленый премьер-министр его вызвал на порог, и человеку реально грозило, что он теряет там всю свою работу, свою должность, исключительно из-за того, что он называл вещи, которые факты, но факты, которые практически не освещаются, и которые фактически являются табу. Ну, если бы мне три года назад еще говорили бы, что такое в Германии будет, я сказал бы, да, вы с ума сошли, и такого не может быть. То есть в какое направление мы идем? То есть это же факт, что этот Флойд, там, можно жалеть о том, как его убивали, можно сказать, что это было жестоко, что там полицейский пест, да, это все. Но это же не делает из него идола, там сейчас в Баварии, недалеко от вас, уже в каком-то маленьком городке идет это движение, что хотят и улицу называть в его честь. Это человек, который ограбление делал, который женщина беременная, пистолет на живот с ребенком держал, и в его честь. Но это что происходит? Но по сравнению с Лениным, этот человек, конечно же, просто ангел, потому что сколько беременных женщин Ленин убил, сколько людей, вообще, так сказать, не выговорить. Тем не менее, в Вествалии ставят ему память? Да, 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 кстати, да. И все считают, что хихи-ха-ха, ну вот дошутимся, как говорится, дохихикаемся. В одном километре отсюда, в субботу, я был на этой демонстрации этого Black Lives Matter, и там постоянно призывали к революции, и все говорили, да, да, революция, это именно такое, знаете, уже как-то, выходите, революция, да, и плакаты, где коммунизм, и я на это смотрел своими глазами. Это вы прогиблились? Это я про... Фу, ты кричал уже, вы хотите тоталитарной войны? И это тут, в километре отсюда, я нигде ни в РД, ни в ЦТФ, в больших немецких телеканалах, или в СМИ, я это не видел, но это же, надо об этом говорить, это открыто там призывает к свержению режима, и мы же знаем из российской истории, да, тогда тоже в 17-м году, наверное, многие смеялись за этот сумасшедший Ленин, там, это эти, там, эти сотни этих меньшевиков, там, идиоты, придурки, психи, но история же показывает, что это не так все безопасно, как многим кажется. Ну, я думаю, что, так сказать, уж в Германии точно можно за примерами в русскую историю не ходить, поэтому, ну, что я могу сказать, я же ведь не канцлер. Ну, гражданин. Ну, гражданин, ну, мне горько на это смотреть. Понятие, в чем дело? Дело в том, что человек, наверное, человек, который хорошо знает историю, подобен человеку, вернувшегося из будущего. Да, да, потому что он видит, что повторяется. Да, да, потому я вижу, чем это все может кончиться, да и вы видите, поскольку вы так долго в России. Мы не хотим верить все-таки. Нет, дело не в хотим, мы хотим верить, мы верим, мы знаем, чем это кончится, но те люди, которые призывают к революции, все эти, так сказать, дезальтированные девушки без определенных профессий, да, и без определенных образований и занятий. Да вы без половых признаков тут уже. Ну, да, окей. Девушки, мальчики и средний пол. И средний пол, да, да. Вот, они, 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 они-то как раз не знают эту историю. Они не знают. Поэтому они всегда будут говорить, что у нас будет по-другому. Будет рай. Да, у нас будет по-другому, конечно. Будет хорошо. Сколько еще нужно примеров человечеству, что если у богатых отобрать и бедным отдать, то счастье не наступает? Ну, в Америке сейчас Дональд Трамп, которого тут вообще представляют как олицетворение дьявола. Я не сторонник Трампа, мы оба его видим достаточно критично, и мы видим все его ошибки. Мы далеко от того, чтобы быть трампистами. Но я не вижу его олицетворением зла и Байдена там олицетворением добра. Но он выступил в речи, о которой тут вообще писали, какая она ужасная. Но я ее читал, она не ужасная, она разумная. Это где он про памятники? Да, да, вещи своими именами. Тут говорят, что он расколол общество. Он как раз говорит о том, как другие раскололи общество. И он там говорит, что это идет попытка культурной левой революции. Я это тоже вижу, честно говоря. То есть я боюсь, он тут прав. И значит, в Америке этот Дональд Трамп, которым мы оба не сторонники, это получается. Он надеет, что при предотвращении этой культурной революции, или вообще, то есть это получается конфуз какой-то, да? То есть этот странный Трамп, который явно там как бы по-дипломатичным выросится. Не семи пядей. Он теперь оплот демократии надежда? То есть это до каких времен, до катериста? Ну, что я могу вам сказать? Ну, получается же так. Блестяще образованный Клинтон и Обама, каждый закончив по два университета и так далее. Там Клинтон вообще Оксфорд закончил. Вот. Ну, вот они потворствовали этому расцвету политкорректности и всей этой левой риторики. Ну, теперь вот такой вот смешной, не очень образованный рыжий клоун должен... Это выговоры. Да. Является надеждой всех нормальных, консервативных, здравомыслящих людей. Если мы идем дальше, да? То есть этот... Если будет и имплодировать Америка, и немцы, они же вообще не состояния сами себя защищать. Сейчас у нас, по-моему, единственные, чтобы они способны более-менее под расстрелением Бундесвера. Они под огромным ударом от своего собственного министра, и там частично их распустили. То есть, зато они, знаете, сейчас чем занимаются? Вы не поверьте мне. Но это я вам честное слово говорю. И вся немецкая пресса об этом открыто говорит. Они стараются... Это не шутка, Альфред, прошу заметить. Они стараются военных собак тренировать, чтобы они этот вирус короны... Это не шутка, может, я клянусь, чтобы они это могли отличать. То есть, как с такой армией, которая за пакторизирует найти вируса, как с такой армией что-то делать, если Америка уже не будет нас защищать? Тем более, что они войска хотят вводить. Ой, я не знаю. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что армия, которая тренирует собак нюхать коронавирус, противостоит, допустим, русской армии, в которой солдаты строят дачи генералам. Поэтому какая из этих двух армий более бодоспособная, я не знаю. Видимо, все-таки современная армия в большей степени определяется техническим оснащением и какими-то элитными частями небольшими, мобильными. Но если их распускают. Вот это, конечно, очень опасно. Общая численность армии и чем занимаются солдаты в ней, это довольно странная история. Я слышал, что в Германии опять хотят призыв в армию ввести снова. Думаете, было бы неплохо, кстати. А я не знаю, потому что зачем такое количество людей, если этим делать нечего? Даже не по этим причинам. Но я сейчас очень чувствую разницу. Раньше, когда это было, там любой сынок из богатой семьи или из этого, ему пришлось хотя бы один раз в жизни с нормальными общаться. А сейчас, когда эти левые элиты, они уверены, что все такие, как они, и что, понимаете, чтобы приземлиться немножко. Это, кстати говоря, очень важная история. Да, что элиты общаются внутри друг друга, внутри себя, и они практически не знают страны, в которой они живут. Я вот читал недавно статью, она касается Америки, но я думаю, что она в том числе и очень хорошо на Германию ложится. О том, что те люди, которые постоянно говорят о том, что черные ущемляются, что нужно, так сказать, бороться с богатыми, и вообще иммигрантов защищают, говорят, что они, так сказать, единственные, кто работает, они просто не знают, как устроена Америка. И там приводится статистика, что на всех тяжелых работах 97% мест заняты белыми американцами. Это тоже Российский? Да, а 3% это иммигранты и так далее, и так далее. Что из 11% черные представляют там 11,5% населения Соединенных Штатов, и при этом занимают только 1% рабочих мест. Это как Гегель говорил, когда факты не совпадают с миром. Поэтому вот эти все белые экзальтированные девочки и мальчики. И средний пол. Средний пол мегаполисов, которые кричат о том, что, так сказать, белая Америка виновата перед черной, они просто не знают, что основная масса белой Америки тяжело и много работы. Из полицейской статистики тоже самое, по-моему, да? Они видят только себя, которые валяют дурака целыми днями, которые, так сказать, ничего не делают, которые занимаются политическим активизмом, которые, так сказать, возможные социальные инициативы выдвигают, стоят на каких-то пикетах, поддерживают, так сказать, и так далее. Это дня в день. Они живут там, условно говоря, на деньги родителей, на какие-то гранты, на какие-то пособия от благотворительных организаций. И вот таким образом они занимаются целыми днями какой-то, так сказать, активизмом, как они называют. Такое слово, что-то не сказали. Экологическим, всевозможным. И видят вокруг себя таких же точных людей. И когда они говорят, ну почему тогда мы живем лучше, чем черные, которые тоже ничего не делают? И им кажется, что вся Америка устроена так несправедливо. Никто ничего не делает. Работают одни эмигранты, но при этом черные живут хуже белых. Это несправедливо. И их картина мира именно так устроена. Они же не видят этих ретников, которые ходят на завод, пашут землю. Они же выращивают хлеб и так далее. Это реально как сумасшедший дождь, чтобы... А эти реднеки удивляются. Почему я что-то должен черным? Да, да, да. Я работаю как лошадь. А эти как раз тоже нет. Правда, потому что они все дожди потом. Вот. Поэтому вот это вот то, что Америка, в общем, достаточно сильно сегрегирована. Вот это вот общество на побережьях и общество внутри Америки, они абсолютно двои разных страны. Понимаете? Да, это очень опасно. Это, кстати, если смотреть в революции, да, что Ленин, что это же Че Гевара, там, Фидель Кастро, они же все из богатых семей. И как-то особо никогда нормально не работали. Мне кажется, та волна... Ну, как явление просто. Да, та волна, та волна вот этой вот популярности левых идей, в которую попал Фидель, в которую попал Че Гевара и вообще Кубинская революция и след за ней там Никарагуанская и прочее прочее. Это был извод того тренда, который Троцкий принес через Мексику в Латинскую Америку. Мне кажется, что поскольку это довольно были отсталые в то время страны, они вот эту европейскую моду на социализм подхватили чуть позже. И вот, понимаете, да? Откуда сейчас эта мода на социализм? А потому что забыли уже все кровавые последствия левых экспериментов. И в университетах американских левая профессура опять индоктринировала уже несколько поколений студентов. И в Германии тоже. И в Германии тоже. И особенно в этих социальных науках, то есть в гуманитарных науках. Да. И из них в основном журналисты и прочее. Да, профессора в этих кампусах, которые живут фактически при коммунизме. Абсолютно. Да, имеют пожизненные контракты. Они сидят, так сказать, выдумывают какой-то идеальный мир. И индоктринируют студентов. Они уходят в... Своё чувство войны. По окончании, так сказать, университетов они выходят в внешний мир и начинают нести эту благую весть, как говорится, городам и странам. Это, кстати, очень интересно, если смотреть перебежчиков Советского Союза из Восточной Европы. И по Цепа там и без... Всё забыл фамилию. Они именно об этом писали, что КГБ в тогдашние времена уже очень сильно старается своё влияние в университет. Они, в принципе, всё это предсказали. Что молодое поколение будет... Если это сегодня читать, это как предсказание. Чётко то, что происходит. Чётко. Ну, один раз эту волну левого протеста западный мир уже пережил в 68-м году. Вот. Это был такой абсолютно стихийный, бессмысленный протест без программы. Да, да. Протест против детей, против отцов. Да, да, да. Вот. Когда эти дети выросли, они, в общем, все свои лозунги забыли и выстроили, в общем, достаточно консервативное общество. Не все. Штайнмайер, например, наш президентом, по-моему, остались оберегать и бедиалом. Йошка Фишер и многие другие. Не думаю. Не думаю. Вы думаете, шестидесятники, они сейчас очень много занимали, очень много постов и очень влиятельны именно в этот направлении? Сколько им лет сейчас? За 70? Нет. А которые на этом поколении выросли, я имею в виду? Нет. Ну, слушайте, ну это мои ровесники. Я уверен. В Германии, да, сильно, сильно, честно. Не думаю. Если смотреть. Ну, Штайнмайер... Ну, возможно. Явный пример. Возможно. Возможно. Я не знаю. У нас время уже подходит к концу, но раз уж у меня такой известный коронахульник, я вас все-таки про корону должен спросить. Вы изначально были очень скептичны в плане этих всяких чрезвычайных мер, и теперь получается, что как бы цифры подтверждают ваш скептицизм. Там, например, смертность в Германии якобы выросла, но я смотрел эти цифры. Там огромный этот пик, когда в 2018 году был грипп, и такой малюсенький хольмик только в этом году. То есть вы считаете, что ваша статистика вас... Ну, у нас в Германии 9 тысяч человек умерло от коронавируса, а от гриппа в 2018 году умерло, по-моему, 25. Но сейчас могут говорить ваши идеи и противники, что это исключительно из решительных мер партии и правительства. Тогда должен быть сейчас всплеск, когда все сняли меры. Где он всплеск? Ну, не всех сняли. Ну, да, эти демонстрации... Ну, как? Рестораны работают, магазины работают, люди ездят туда-сюда. Вот я приехал в Берлин, где я не был полгода. Что меня намердит... Почему нету всплеска смертности? Удиваете, я сейчас был в субботу в Бундестаге, а там не надо маски носить. Может, этот вирус, он такой тонкий, что он только на политиков не нападает и на простых смертных нападает? Или почему в Бундестаге... Ну, я не знаю. Не, ну, я объяснение не нахожу. Почему вы? Спросите у депутатов, которые, так сказать, руками и ногами голосовали за карантин. Почему демонстрации в Берлине прошли, а всплеска смертности нет? Да, и одним можно там демонстрат, а другим нет. И я действительно, я считаю, очень много открытых вопросов с этим вирусом. Я много ответов для себя не нахожу. Если вы хотите, так сказать, мою точку зрения, то моя точка зрения простая. Мы не знаем, какая это болезнь. Тяжелая она или нетяжелая, опасная или не опасная. Некоторые говорят, что она не опаснее гриппа. Некоторые говорят, что опаснее гриппа. Я не присоединяюсь к никакой точке зрения. Я просто считаю, что эта болезнь новая. Но то, что карантинные меры в виде закрытия бизнесов, в виде запирания людей в домах и запретов им гулять, ходить и так далее, неэффективны в борьбе с этой болезнью, это очевидно. Я подпишусь под тем, что вы говорили. Я еще хотел бы добавить, что меня очень пугает, что в общественном пространстве в Германии, телевидении, СМИ, что глаза практически отдаются только тем экспертам, которые видят это очень опасным. И практически не дают слово таким экспертам, которые тоже сослуживают, чтобы их изучать. Слушайте, ну рак опасная болезнь. Из-за этим никто не спорит. Но никто же не борется с раком карантинами. Да. Потому что мы понимаем, что карантинами рак не лечится. Почему решили, что это болезнь карантинами? Но согласитесь, что мы должны хотя бы разные мнения выслушать. И то, что такое монополия на одно мнение, это меня очень сильно пугает. И это несправедливо. Пусть они оправдают свои все эти меры. Понимаете, вот эта вот странная манера всех, так сказать, левых. А, кстати говоря, левые как раз и были самыми главными адептами карантина. Да, как ни странно. Вот странная манера левых сначала придумать позицию партнера, а потом с ней спорить. Ну вы выслушаете мою позицию. Да. А потом спорите с тем, что я говорю, а не то, что вы пытаетесь приписать мне. Я никогда не говорил, что коронавирус это легкая болезнь. Да. Я утверждаю, что коронавирус, болезнь, неважно легкая она или тяжелая, что она карантином не лечится. Да. Мы не спасаем себя карантином. Во всяком случае, в том виде карантина, в котором он существует сегодня. Ну очень много вопросов. Голландцы, например, у них не надо носить маски в магазинах и впрочем. И никаких всплесков там нету, ничего. Так что куча вопросов и очень страшно, что в Германии считается уже почти неприличным эти вопросы задавать. Хорошо, что мы их сегодня задавали. Хорошо, что вы их выслушивали. Спасибо огромное, что вы были с нами, Альфрид. Спасибо, пожалуйста. Спасибо и вам, и до свидания. Смотрите нас снова в следующую субботу в 20 часов программы по-русски с немецким акцентом. И если пропустили программу, смотрите на сайтах нашего канала, в социальных сетях и в интернете. Спасибо, до свидания. До побачения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин